Юный правозащитник В этом году выступает помощник руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю Давид Рутинян, заместитель директора Орленка Юрий Каливайко, начальник кафедры Института береговой охраны Александр Ульянов. Впереди у ребят три недели, наполненные занятиями, активным времяпрепровождением, встречами с интересными людьми. Ожидаю, наверное, новых эмоций, воспоминаний. Наверное, друзей новых еще получу больше. Ну и тоже, чему научат, какие знания будут давать. Здесь уже на протяжении шести лет эта смена уже себя зарекомендовала таким образом, что многие дети, которые отсюда выходят и в последующем имеют желание, даже которые, надеюсь, что вырастут, будут иметь желание вернуться в нашу службу и работать в Федеральной службе судебных приставов. На что способны обученные специалисты, ребята узнают на показательных выступлениях. Это несколько практических вариантов нападения и эффективные приемы самообороны с оружием и без. Затем приставы отвечают на вопросы ребят. Мальчишек и девчонок интересуют, как часто приходится применять навыки на деле и что нарушители пытаются пронести в здание суда. А настоящее современное оружие спецназа службы приставов ребятам показывают на выставке. Снаряжение можно даже подержать в руках и примерить. А с традиционными ценностями Орлят знакомит почетный караул кубанского казачьего войска. Для юных правозащитников казаки исполняют фрагмент церемониала «Час славы Кубани». Это зрелищная постановка с демонстрацией страевых приемов владения оружием. Полный церемониал каждое воскресенье проходит в Краснодаре. Возможно, у кого-то появится желание начать заниматься спортом. Возможно, их это так сильно заденет, что кто-то из них, может быть, захочет вступить в казачество. Потому что войсковые реестры казачьего общества есть на всей территории России. Может, он приедет и вступит там, в казачье общество, и будет развиваться дальше в этой сфере. В День России участники смены «Юный правозащитник» встречаются с героями Российской Федерации. Сегодня в гостях у «Орлят» генерал-майор авиации Сергей Борисюк, а также военные летчики Сергей Палагин и Владимир Степанов. Герои рассказывают об участии в вооруженных конфликтах, дают советы, как побороть в себе трусость, выработать внутренний стержень и достойно выстоять перед любыми трудностями. В свою очередь «Орлята» задают вопросы о профессиональном пути и героизме. Вот тут, отсюда должно исходить, что они взросли на вот той эпохе, поколениях защитников России. Не единожды, не вот вчерашних, позавчерашних, а многовековых защитников. У каждого был свой рубеж, у каждого поколения был свой рубеж. Удостоверение специалистов и особый символ боевых и нравственных достоинств «Зелёный берет» получают лучшие участники смены. В этот раз отличились Ксения Кучина из Курганской области, Юрий Гидов из Саратовской области, Иван Алексей Бучковый из Ростовской области. Эти ребята успешно сдали все зачёты по программе, а также активно проявили себя на смене. Вообще для меня «Зелёный берет» получить очень трудно. Это то, что получает далеко не каждый. Это можно заработать только самым усиленным трудом. Сегодня вожатые специалисты детского лагеря «Дозорный» постараются нашим детям дать те лучшие качества, знания, которые понадобятся им в дальнейшей жизни. Прежде всего, чтобы наши дети стали успешными. Наша главная задача – воспитать и сделать детей успешными.